Первый выход на сцену всегда волнительный момент для артиста даже с большим опытом, а уж тем более для тех, у кого выступление перед публикой – дебют. На концерте учитель-ученик играли и те ребята, которые занимаются музыкой всего несколько месяцев, и более опытные воспитанники детской школы искусств номер два. Такой музыкальный вечер проходит в тенах школы в третий раз. Обычно такие фестивали проводятся как раз во второй половине года и весной. Весна – это вообще конкурсное фестивальное время. Почему? У учеников готова программа. У них есть что показать. Они могут сыграть так, что удовольствие доставят и себе, и окружающим. Главная особенность концерта – ученики выступали на одной сцене вместе со своими преподавателями в дуэтах, трио, секстетах и ансамблях. Денис Китин играет на гитаре два года. За это время он становился призером конкурсных фестивалей. У Дениса музыкальная семья, поэтому с семи лет и он начал учиться играть на инструменте. Мой папа играл на многих инструментах, он мне говорил. И брат на синтезаторе. Меня в семь лет на гитару отпустили, но мне понравилось. Есть у меня песня «Ронда» и «Поехал казак на чубину далекую». Мы их давно, уже нормально получается, но их мы еще не будем на сцене. Ярким народным вокалом порадовал гостей вечера ансамбль «Горница». Юная вокалистка ансамбля Варвара Надысина учится в детской школе искусств номер 2, третий год. До концерта учитель-ученик. Она впервые выступила в дуэте вместе со своим преподавателем. Я исполняю песню «Я с Камариком» со своим преподавателем Оськиной Ириной Слайной. Я исполняю русские народные песни и впервые в дуэте с учителем. В мае образцовый ансамбль народной песни «Горница» выступит в Доме молодежи в честь своего 20-летнего юбилея. А в апреле детская школа искусств номер 2 ждет гостей на концерт, посвященный Международному дню танца. Господин танец приглашает. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.